Сегодня в Схенвале простились с ещё одним героем – Генрихом Касаевым. Он считался без вести пропавшим с января этого года. Тело героя доставили на родину несколько дней назад. Его удалось найти среди погибших, выданных украинской стороной после долгих переговоров. Касаева идентифицировали по анализу ДНК. Проводить война в последний путь пришли президент республики Алан Гоглоев, друзья, представители общественности. Президент назвал Генриха настоящим героем и патриотом, отметив, что был знаком с ним с детства. Они учились в одной школе. На церемонию прощания приехали друзья Касаева, которые сражались с ним бок о бок в зоне СФО. Всегда готовы прийти на помощь. Настоящий воин. Отзываются о нём боевые товарищи. Самый говорит, что мы всем видим, что они не понятны в этой школе. Мы просто знаем их от��면. И приятного апресью Аллаха повер tutorial. Генрих Касаев мужественно и отважно сражался и погиб в ходе ожесточённых боёв у населённого пункта Авдеевка. Взвод, в котором служил Касаев, попал в окружение. Герой Абхазии Вианур Ашба назвал Касаева настоящим патриотом. До конца исполнявшим свой боевой долг. Несколько месяцев шли переговоры. С той стороны нам удалось, наших братьев, количество семейных человек, ветеранской группы и боевой ветеранской группы, удалось нас вытащить. Последний путь, чтобы люди похоронили в родной земле, в родной гавани. Пену я не знал близко. Я по рассказам боевых друзей, его товарищей. Много наслышан его боевые заслуги. Он сделал всё возможное и невозможное. Но в связи с временем процесса штурма, пену сложил голову. Он стал для меня очень близким человеком за несколько месяцев. И сегодня я искренне сочувствую матери из семьи и близким боевым товарищам. Касаев служил спасателем в МЧС Южной Осетии, зарекомендовав себя как надёжный, ответственный коллега и друг. Указом президента Генрих Касаев награждён посмертно медалью «Защитнику Отечества». Войну было 47 лет. Без отца остались трое детей. Субтитры создавал DimaTorzok